Всем привет, с вами Егор Ярушин. Наверное, вы знаете, что буквально вчера, на момент съемки, как гром среди ясного неба, Саша Шоколай вместе с анонсом нового альбома под названием Гризезли, наш Ланяра, анонсировал и то, что да, концерт в Москве будет, а возможно будет даже концерт в Санкт-Петербурге. Я, конечно, не буду показывать пальцем на одного молодого человека, который уже, собственно, сливал эту информацию. Ну ладно, не сливал, а скорее так размышлял в эту сторону в ролике. Леш, подставь, пожалуйста, когда вышел этот ролик. В общем, с официозом и похлопыванием самого себя по плечу я закончил. В сегодняшнем же ролике я хочу подумать о том, кто же будет следующим после, собственно, Саши, кто из мировых топов, из так называемых привозов приедет к нам в страну. Естественно, все это будет основано исключительно на каких-то фактах, которые я сложил в единую картинку на каких-то моих размышлениях, впрочем, как обычно на этом канале. Если вам нравится вот такой вот аналитический контент, обязательно ставьте лайки. И давайте 3000 лайков, например, наберем, чтобы я знал, что вас интересуют вот такие вот темы. Также пишите обязательно комментарии, штук 200 давайте хотя бы сделаем. Главное, вы пытаетесь сделать так, чтобы они были из пяти слов. А пока же заморские артисты к нам не ездят, я крайне рекомендую вам новый трек группы Америя под названием «Путь в никуда». 15 октября это сахалинская команда, чей вокал часто путают с вокалом Нельсона из группы Стигмата, выпустила свой свежий сингл «Путь в никуда» совместно с петербургским вокалистом Глебом Шашковым. Композиция позиционирует себя как монументальный металл-трек для праведных сердец, поэтому не забудьте надеть кокошники и православные кресты, так как трек обещает быть запористым, ребята, как Кадила у батюшки. Ребята не в первый раз попадают на мой канал, поэтому обязательно проходите по ссылке в описании. Чекайте материал, ребят, ставьте им большие пальцы вверх. И не забывайте, что когда вы переходите по вот таким ссылкам, вы поддерживаете не только меня, но и начинающих исполнителей. Спасибо вам за это. Во-первых, давайте сразу поговорим о неком таком слоне в комнате или посудной лавке, этот Джаред Лето, который на недавнем концерте в Белграде произнес пламенную речь. Разумеется, люди не особо в этом деле разбирающиеся, сразу начали писать о том, что это пахнет концертом в России, особенно учитывая, какой хейт он получил от украинской части сообщества. Но, если честно, нужно быть как минимум наивным, а скорее недалеким, для того, чтобы не понять, что Джаред Лето всего лишь сказал «Давайте жить дружно!» и просто выступил за всё хорошее и против всего плохого с лозунгами «Скоро мы выступим везде, и в России, и на Украине, и просто везде, просто мы все будем дружить и все будем веселиться». Он дословно так и сказал. Означает ли это, что он просто ранее Кал бросится в Россию? Нет. А знаете почему? Потому что он и так по всем релакантским, собственно, столицам сейчас катается. Вот недавно он был в Тбилиси, судя по всему, скоро будет в Ереване, если я правильно постер помню. На концерте же в Белграде были, по сути, одни русские. How many people are from Serbia? Raise your hand. How many people are from Russia? Raise your hand. Okay, okay. Поэтому, естественно, он, прочитав комнату, решил сказать вот этот спич. Буквально вчера должен был проходить концерт американского рэпера Сикс Лайна, который в 22-м году, уже после февральских событий, приезжал в Россию и высказывал свою большую любовь к руководству России и вообще, как всей стране. Но в этот раз он не приехал, и я уже могу представить себе, я буквально на материальном уровне чувствую, как люди пишут, «Ну вот, Ерушин, ты говорил о том, что они возвращаются, а они все равно не приезжают». Ну, дело не совсем в том, чтобы они не хотели приехать. Дело в том, что Чел не заплатил налогов и просрал тот момент, когда ему нужно было подаваться на визу. Поэтому, собственно, его из страны и не выпустили, а в нашу не впустили. Поэтому тут, как бы, организаторы, скорее, те, кого стоит пожалеть, так как они-то билетов на продавали, площадку сняли, и сейчас будут огромные неустойки. Дело в сложное. Тем не менее, уже под моим прошлым роликом на эту тему, Сикс Лайна называли сбитым летчиком. Мне бы такие прослушивания, мне бы таким сбитым летчиком быть. Но еще один человек, которого, возможно, можно отнести к этаким, это Томми Векст, в прошлом из группы Бэт Вулфса, сейчас выступающий сольно. Который еще в июле месяце говорил о том, что вместе с анонсом альбома он также анонсирует тур по России. В этом плане я не совсем понимаю, актуально это или нет. Я понимаю, что наш изголодавшийся народ сейчас на любого условного американца пойдет. Но, типа, напишите в комментариях, вы вообще знаете, кто такой Томми Векст? Вам даже группа Бэт Вулфс, в которой он больше не играет, что-нибудь вообще говорит? Я только их камер на зомби помню, и все. И потом чувака отменили за то, что он что-то трансфобное, по-моему, сказал или что-то такое. За это его, естественно, выгнали из группы «Добро пожаловать на запад». Впрочем, это все не так интересно. Давайте все-таки начнем спекулировать на тему того, кто бы мог приехать из нами любимых групп. И первая, наверное, группа, про которую хотелось бы поговорить и подумать в сторону которой, это группа Caliban, и вот почему я так думаю. Дело в том, что ребята, как бы нам ни казалось, они даже ни в какую спячку не, собственно, впадали. Они все это время работали, но главным образом на свой маленький немецкий и, там, чуть больше европейский рынок. Мы, однако, в России исторически являемся почему-то огромными фанатами группы Caliban. И буквально в каждом городе России, в котором они выступали в своем огромном российском туре и не одном, они собирали прекрасную кассу. А, учитывая то, что сейчас они находятся в туре по Китаю, который, с точки зрения всего западного мира, главным образом Соединенных Штатов, является главным, собственно, врагом, несмотря на то, что американцы, точнее, американское правительство всегда берет в долг именно у Китая. Я не знаю, как это в Америке работают френемисты, так называемые. Я думаю, что заехать в Россию, где их ждут, и самое главное, где их ждут сладенькие-зладенькие рубли, вполне было бы приемлемо, особенно учитывая, что никакие санкции их за это не ждут. Не то, чтобы они играли прямо на каждом европейском фестивале и так. Хотя, опять же, опыт тех же самых Onyx показывает, что, в принципе, и в Америке, и в Европе на то, что ты сейчас играешь в России, всем просто наплевать. Я вообще думаю, что европейцы поедут сюда первыми. И я думаю, что, например, те же самые Dead by April тоже могут приехать сюда. Так как они, безусловно, являются группой, которая не собирает нигде так, как она собирает в России, достаточно просто посмотреть на тот зал, который они вот сейчас собирали в Праге. Это клуб под названием Mid Factory, в которого едва-едва войдет тысяча человек. И бэйс, в котором они должны были играть, собственно, в Москве на концерте, который должен был быть, но не произошло его ни в 20-м, ни в 21-м, ни в 22-м году по понятным, собственно, причинам. Однако этот концерт не был отменен, он был всего лишь перенесен, так как так получилось, что я знаю его организаторов и знаю представителей площадки. Поэтому этот перенесенный концерт, за него все еще уплачены деньги, и поэтому вполне возможно, что еще в начале следующего года можно будет услышать здесь концерт группы Dead by April. Группа же, у которой та же самая проблема, но в гораздо более усугубленном варианте, это группа Адепт. Которая везде собирала залы по 100 человек по всему миру, а у нас собирала самые большие площадки. Я, если честно, не знаю, откуда, собственно, растет такая огромная любовь по отношению к группе Адепт на территории Российской Федерации и всего, так сказать, СНГшного мира, но это факт. Действительно, они пользуются какой-то абсолютно нечеловеческой популярностью, и, в принципе, учитывая, что карьеры сейчас, на вот этот вот период, у них никакой в Европе уже практически нет, они 2 и 2 там играют на каких-то маленьких концертах и на фестивалях, то они, опять же, ничего не потеряли бы, даже с имиджевой точки зрения, когда приехали бы на концерт сюда. Недавно Фред Дерст из группы Лим Бискетт выкатил огромный пост в ВК на своей официальной странице, где написал о том, что ему очень не хватает России и что он скоро с нами увидится. Естественно, сразу пошли определенные спекуляции и в эту сторону, насчет того, что Лим Бискетт могут приехать. И да, мне кажется, что у них как раз такой имидж, что они могли бы нарушить любые просто правила и табу, учитывая их клип, в котором Ким Чен Ын, Зеленский и Путин вместе жарят барбекю или что там делают. Да, и это никаким образом не повлияло бы в негативную сторону на их имидж. Однако, мне кажется, что в случае с этим коллективом, как и в случае ряда некоторых, про которые я поговорю чуть позже, на многое повлияют выборы. Например, мне кажется, что если президентом изберут Дональда Трампа, вот там вот кепочка у меня, то отношение к России резко изменится. Даже если оно не изменится резко в какую-то точную, однозначную сторону, то, что присутствует в риторике Трампа уже сейчас, это то, что Россия не является абсолютным злом. А именно отношение, собственно, демократической партии к России является одной из причин того, что сюда не хотят ехать артисты. Это действительно так. Если вы думаете о том, что у них просто мораль высокая, и они не хотят сюда ехать из-за того, что они там не хотят что-то поддерживать и так далее, это не так. Они просто боятся порицания и боятся санкций, собственно, от своего государства. Так вот, если изберут Трампа, то одним из первых людей, которые сюда приедут, будет, безусловно, Фронс и группа Атилла. Я тоже не знал о том, что у них, оказывается, все это время что-то выходит, но это ребята вполне активные. И мне кажется, что они достаточно активные, чтобы приехать сюда, но недостаточно активные для того, чтобы хапнуть говнеца за свое здесь выступление. Плюс, опять же, мне кажется, что столько людей, сколько бы они собрали сейчас в Москве, они не способны даже в родном своем городе собрать. Поэтому, мне кажется, что это и с финансовой точки зрения, и с точки зрения имиджевой, в принципе, и так, и так им прекрасно подойдет. Ну и, опять же, если изберут Дональда Трампа, кто является одним из самых ярких и популярных его почитателей в нашей сцене, это, конечно же, Ронни Радки, поэтому и он тоже может приехать, и, собственно, посвятить на нас своим взором одного из самых популярных курщиков в мире, открыв таким образом дверь и для других исполнителей тоже, которые могут продвигаться по его стопам и, собственно, тоже приехать сюда. В это я тоже верю, правда, это, мне кажется, произойдет чуть позже, он не будет первым, кто приедет. Вот такие вот мои мысли. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите про это в комментариях. Может быть, я вообще бреду всякого наговорил. Ставьте, в любом случае, лайки или дизлайки, это не важно. Подписывайтесь на альтернативные соцсети. Увидимся с вами скоро в дуре. С вами был Игорь Ирушин. Пока!